В эфире телекомпании «Город» программа «Вызов принят». Здравствуйте! В студии Алиса Харлина. Смотрите в этом выпуске. Самые нужные и народные сотрудники патрульно-постовой службы отметили профессиональный праздник. Небо в клеточку, прогулки по расписанию. О жизни в самом знаменитом следственном изоляторе Рязани и во временных узниках и их заботах наш специальный репортаж. Невернувшиеся из долины смерти. Итоги впечатлений участников международной вахты памяти, прошедшей в Орловской области. Сначала о приятном. На этой неделе 91-ю годовщину со дня основания отметила самое народное и многочисленное подразделение полиции – патрульно-постовая служба. Сегодня редкий случай, когда они все вместе и получают заслуженные награды. Это они в любое время суток, в летний зной и в зимнюю стужу на передовой борьбы с преступностью. На людных площадях и в темных переулках незаметно от людского глаза ППСники оберегают нашу жизнь и собственность, обеспечивают порядок на улицах. Произошла реформа в полиции, поменялся облик полицейского, внешний вид, изменилась форма, соответственно, поменялось законодательство, работаем по-новому, стараемся как можно больше оказывать помощи населению. Больше порядка, меньше пьяных на улице, скупая благодарность от прохожих. Их будни меньше всего похожи на праздник, но благодаря интернету они стали больше получать приятных отзывов о своей работе. Уже завтра награды и дипломы будут убраны в ящик, а сотрудники опять выйдут на улицы города охранять покой и безопасность тех, кто в них нуждается. Еще много лет назад великий Карл Маркс писал, что должно быть есть что-то гнилое в сердцевине той социальной системы, которая увеличивает богатство, но при этом не уменьшает нищету и где преступность растет быстрее, чем численность населения. Эта закономерность прослеживается и сегодня, пусть и не так явно, с той лишь существенной разницей, что теперь, в местах не столь отдаленных, гораздо комфортнее. Для тех, кто переживает за родных и близких, оказавшихся в самом знаменитом рязанском изоляторе, наш спецреп. Пока же мы расскажем все, что увидели сами. Комплексные выезды в учреждения УИЗ проходят регулярно. Представители управления, начальники рязанских колоний и общественники зорко следят за исполнением законности и соблюдением прав. Права – это первое, о чем вспоминают те, кто впервые или повторно видит небо в клеточку. Осужденные или последственно подозреваемые, как здесь, они ждут этих приездов. Это не секрет, что еженедельно мы осуществляем такие объезды и спецконтинент ждет. Это старинное здание, пережившее правление пяти российских императоров и революцию, каких только сидельцев не видела. От поймальщиков и женщин, за личиной которых скрываются жестокие преступники, до известных лиц города. И родственники спецконтингента, кого не возьми, обязательно, да на что-нибудь посетуют. То мясо в борщ не доложили, то свежим воздухом не дали надышаться. Проблема иногда, особенно в закрытых стенах, с решетками, как мы здесь видим, человеку не с кем поговорить, выговориться. Вот в этом очень большая проблема. Мы стараемся решать ее вот такими, с помощью вот этих, в том числе и комплексных выездов. В большинстве случаев насущные и важные, в кавычках, вопросы, ничто иное, как развлечение для тех, кто попал в изолятор. Вот и перед видеокамерой многие стараются острить, но при этом постоянно напоминают. Лиц не показывать, согласия не давали. Контингент сегодня, безусловно, сложнее. И выпускник должен обладать, безусловно, очень широким набором, ну, скажу так, профессионального слова, компетенций. Мировое сообщество в целом и наша страна особенно стоят перед проблемой ювелирного решения сложнейшей задачи. Обеспечения одновременно и эффективности правоохранительной деятельности, и ее гуманности. У нас на сегодняшний день в виде гуманизации Уголовного кодекса сейчас в основном идут в места лишения свободы осужденные за тяжкие преступления, за особо тяжкие преступления. Всех остальных стараются суды, там, прокуратуры оставлять на свободе, те, которые не опасны для общества. За последние три года кардинально изменился и облик СИЗО. Закончен капитальный ремонт двухэтажей режимного корпуса, обновлен фасад здания тюремного замка. Надо понимать, памятник архитектуры, фундамент был заложен еще при Александре Первом, а завершили строительство при Николае Втором. Типичная губернская тюрьма даже тогда выглядела оригинально. Сегодня это удивительный альянс историй и современных технологий. Кругом видеокамеры, отлажена вентиляция, а для бытовых нужд и холодильники, и стиральные машины, и даже телевизоры. Независимо от статьи, для всех создаются человеческие условия. По опыту таких посещений я скажу, что у нас практически отсутствуют вопросы по питанию, по коммунально-бытовому обслуживанию, по работе банно-прачного кабинета. Также для бани в случае каких-то перебоев, вот как последний гражданский перебой, перекапывали Тепанову улицу, перебой с горячей водой. У нас отдельно, покажу на выходе, оборудована бойлерная, стоит заводской бойлер мощный, и мы две недели полностью осуществляли помывку белья с помощью своего бойлера. Это место для многих отправная точка. Кто-то поедет на зону, кого-то эта участь минует, если следствие сделает вывод о невиновности. В стенах следственного изолятора оказываются и несовершеннолетние правонарушители. У каждого свои условия пребывания. Осужденные, кому предоставлено право на сэкономное передвижение, на ночь заводятся сюда. Чтобы обеспечить изоляцию от отряда по хозяйственному ослуживанию, специально оборудовали это помещение, можете зайти сюда, посмотреть и пройдите в отряд. В душевное спокойствие аспект особый. Работают психологи и социальные работники. В этом смысле сотрудникам СИЗО не позавидуешь. Каждый из подследственных не упустит возможность намекнуть на обязанности и якобы нарушения. Однако даже самые внимательные общественники недочетов не находят. Также в настоящее время у нас происходит строительство трех дополнительных дворов. Планируем его к зиме закончить, чтобы сократить время прогулки до 4 часов. Сейчас у нас до 18.00 проходит прогулка учреждения. Будет проходить до 16.00. От осознания поступков или развлечения ради подростки вникают в тонкости бессероплетения с педагогами, взрослые вспоминают о религии. Комната с иконами и батюшка готовы совершить любой обряд всегда к вашим услугам. Прекратились вопросы и по качеству предоставляемых свиданий. Помещения для рандеву с друзьями и близкими тоже отремонтированы. Но каждый временный узник СИЗО все равно найдет, о чем спросить руководство. Перспективы их дальнейшего отбывания наказания. Куда они будут распределены, в частности по изолятору, раз уж мы здесь находимся. Какие подразделения будут направлены для отбывания наказания. Есть ли возможность отправиться поближе к месту жительства, потому что не все рязанцы здесь находятся. Вот эти вопросы поднимают. Ну и помимо всего прочего, они же тоже не оторваны от жизни, задают и общие гражданские, общеполитические, скажем так, вопросы. Какая ситуация с Украиной, ну это, по-моему, уже ни для кого не секрет, а даже для них. Учитывая, что многие преступления совершены в алкогольном или наркотическом опьянении, нетрудно представить период адаптации таких задержанных. Для особо буйных или чересчур талантливых актеров имеется и резиновый карцер. Сотрудники сразу добавляют, положено, значит, есть. Но по назначению комната используется крайне редко. Мягко. Удар, ничего, ни травмы, ничего не будет. Прессованная резина. Толстая прессованная резина. Специальный предприятие работает, который выпускает ее из изношенных покрышек. И еще я хочу отметить то, что в каждом подразделении существуют горячие линии, по которым любой человек в любое для него удобное время может позвонить и даже может инкогнито позвонить, не представляясь ничего, и сказать о тех проблемах, которые его интересуют. Телефоны горячей линии выводятся на сотрудника по правам человека в управлении, и ни один вопрос не останется без внимания. Так что сетовать на плохие условия грех. Еда и сон по расписанию, есть время для развлечений и раздумий. У некоторых таких условий не было и на свободе. В следующем году начнется строительство корпуса на 150 подследственных в Ряжском СИЗО. Чуть-чуть, иногда даже превышаем лимит. По одной простой причине. Здесь является традиционно пересыльным пунктом, к нам приезжают с других регионов осужденные, которые по транзиту идут дальше, к нам приезжают, и у нас иногда бывает переполнение СИЗО. И вот строительство нового корпуса в Ряжске, оно полностью нам даст возможность уйти от перелимита. И, конечно, одна из главных целей таких учреждений – воспитательное, чтобы, несмотря на нюансы отбывания срока, каждый из подследственных сделал правильные выводы и научился жить дальше. Жить по-человечески, в обществе, где есть не только права, но и обязанности. А телезрителям я хочу пожелать, чтобы здесь они про СИЗО смотрели только по телевизору и не стремились попадать сюда, потому что я понимаю, жизненные обстоятельства у каждого, но ничего хорошего в местах лишения свободы нет. Всем успеха, и чтобы меньше было преступлений. В глухом краю Орловщины, вдали от оживленных автотрасс и железных дорог, расположено село Кривцово Болховского района. В тех краях раньше было много деревень и сел, теперь эту местность все больше называют братской могилой. Не мудрено, что именно там прошла очередная международная вахта памяти, посвященная 71-й годовщине освобождения Орловской области от немецко-фашистских захватчиков. Поля, лесочек, и вот мы прям в лесочке обосновались, стояло очень много палаток, лагеря, целых там, как город. Целый город, очень красивые флаги у всех были, чтобы узнать, где регион. Более 200 поисковиков из 43 территориальных органов управления судебных приставов России, а также делегации стран ближнего зарубежья приехали на Орловщину. Цель только одна – не позволить забыть имена храбрых воинов и похоронить их, как положено героям Отечества, с почестями. Очень много было находок Великой Отечественной войны, как и отстрельных, как и готовых снарядов. Так что, ходя по полям, где наши деды воевали, можно было оценить весь масштаб войны. Находили пулеметные точки, с которых просто был обрыв, внизу была река, и просто масштаб всего этого был виден. Можно было просто войти в историю. Долина Смерти – это почти официальное название долинрек Акиизуши. На этом участке фронта почти два года шли жестокие бои. Точную цифру убитых и пропавших не установить никогда. Считается, что это около сотни тысяч солдат. Цели, поставленные перед наступающими войсками Брянского и Левого крыла Западного фронтов, достигнуты не были. Ценой громадных потерь на отдельных участках были заняты небольшие плацдармы на левом берегу Аки. А 31 марта 1942 года противник после сильной артподготовки силами восьми батальонов пехоты при поддержке 30 танков восстановил свой передний край. Даже после гильзи откапываешь какое-то маленькое чувство, как будто ощутилось, правда, в прошлом, в тех событиях. У него гильзи даже там 1942 год написано, действительно, это ощущение, то, что вернулось в прошлое. С первых дней добровольно ушло на фронт около 25 тысяч чкаловцев. Оренбуржье, как и весь Урал, стало важнейшим арсеналом победы. Сюда эвакуированы из различных западных регионов страны свыше 60 предприятий, более 30 из них союзного значения. По сравнению с нашей Рязанской областью, Орловская область нас немного поразила, удивила. Люди просто до ближайшего населенного пункта 5 километров, а там стоит мемориал с вечным огнем, с памятниками, с большими памятниками, с большими братскими могилами. И все это дело сохраняется, и с каждым годом все больше и больше работ проводится по поиску погибших солдат в Великой Отечественной войне. Чкаловцы в числе фронтовых товарищей из других городов отстаивали подступы к Москве, сражались под Ленинградом и на Курской дуге, участвовали в освобождении Европы от фашизма, штурмовали Берлин. Ребята, еще не дорожшие до автоматов, сутками стояли у станков. Помылся в бане, а утром грянула война. Ночью меня разбудил дежурный и приказал собираться в наряд. Прибежав на заставу, я сразу же кинулся к пулеметам. Мое первое боевое крещение было под Ростовом в городе Красноармейске, в станице Орловское. Здесь я впервые почувствовала запах воздуха в момент бомбежек и обстрелов. Я впервые услышала стоны раненых, увидела смерть людей и необыкновенный героизм наших воинов. Прибыв на 2-й Украинский фронт в ноябре 1943 года, я был зачислен в 186-й гвардейский стрелковый полк, в противотанковую артиллерию наводчиком. Вскоре участвовал в бою, где нас атаковали фашисты с танками. В этом бою мы сожгли три танка, и атака была отбита нашей пехотой. Таких воспоминаний в архивах Орловской области сотни, и разбивая сегодня палаточный городок на месте боев, каждый участник вахты памяти, конечно, нервничал. Что пережили эти солдаты? Сколько горя они успели хлебнуть. Мы обошли все металлоискателем, потому что, говорите, что возможно, прям вот тут, под ногами, может быть. И во время проведения раскопков буквально в метрах десяти откапывали людей. И вот прям за палатками очень большую яму откопали. То есть прямо на месте, где палатки стояли. Во-первых, когда находят человека, останки человека, уже экспертиза проводится. Уже аккуратно раскапывают человека, пытаются найти медальон. Бывали такие случаи, что на котелках пишут свои данные, на ложках. Еще 127 погибших защитников Отечества наконец-то услышали песни Великой Победы. Спустя десятки лет их благодарные потомки готовы были каждого безымянного воина назвать по имени. Все как раньше. Единство и плечо товарища, байки у костра, гармонь. Только не свистят над головой снаряды. Некоторые найденные боеприпасы и сегодня готовы в любой момент рвануть. Словно все эти годы без войны, только маленькая передышка. Может и так, ведь последний найденный безымянный герой Великой Отечественной войны будет захоронен с почестями еще очень нескоро. На сегодня это все, что мы успели рассказать. Не забывайте об осторожности и до новой встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова